В 2014 году власти планируют выделить около 350 миллионов рублей на ремонт дорог в Олан-Удэ. Напомню, в прошлом году на эти нужды потратили такую же сумму. Однако эти вложения до сих пор не принесли ожидаемых результатов. К примеру, на проспекте автомобилистов проводят только ямочный ремонт, хотя необходимость в капитальном очевидна. Специалисты уверены, что ошибка была допущена изначально при строительстве моста. Когда делали этот мост и сделали асфальтовое покрытие. Потом асфальт износился, сделали второй слой покрытия. Асфальт износился, сделали третий слой покрытия. И на этом мосту уже сейчас запредельные нагрузки от этого асфальта. И сделать ямочный ремонт здесь вообще категорически запрещено. По словам Игоря Иванова, на этом месте необходимо снимать лишние слои асфальта. Проектная документация уже есть. Только когда все будет сделано по уму, остается загадкой. В одном из наших сюжетов мы упоминали о проблемном участке на повороте к улице Барсоева. После этого здесь был проведен ямочный ремонт. Однако не прошло и двух месяцев, как выбоины вновь появились на этом месте. А это район кинотеатра «Октябрь». Здесь другая проблема. На трамвайных путях уже давно не достает нескольких фрагментов дорожного полотна. И водителей, особенно после дождя, поджидает довольно неприятный сюрприз. Здравствуйте. Буквально секундочку. Скажите, вот тут вот вы хватает, кликнут дыр, и вам какой-то неудобство? Конечно. Хлеба прыгают, падают. Ехать так надо, надо. Проехать надо, людям хлеб дать надо, надо. Можно что делать. Но вот проблемные места, где большой автомобильный поток, сегодня администрация города, на мой взгляд, пока эти вопросы не решает. По мнению некоторых автовладельцев, дело не только в нарушении технологий при ремонте дорог. Получается, из-за того, что постоянное скопление воды вот в этом месте, то есть нужно отводить воду куда-то. Она потому что вода, которая бежит с Аршана, она вот мимо по дворам и туда. И нужно строить какую-то ливневку где-то, ловить ее там выше и уводить куда-то в сторону. Потому что постоянно здесь вода, зимой, ну то есть снег, вот это все, из-за этого происходят разрушения. По улице Октябрьская автомобили движутся так, словно преодолевают испытания змейка в автошколе. И такая проблема здесь уже давно. И неизвестно, когда городские власти приступят к ее решению. Дыры на дыры. А когда-нибудь ремонт вообще был на ваших глазах? Частично бывает иногда. Здесь вот засыпают ее частично. Года три назад. И все. А какие еще участки можете проблем не назвать в городе? Да все. Любое. Шишковка отратительная. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано? Вот это, не знаю, уголково спросить. Мы бы и спросили. Вот только наши многочисленные запросы администрация города игнорирует. Как игнорируют и ямы на дорогах Улан-Удэ. Юлия Пермякова, Алексей Ионов, Первая Альтернативная.